Так, да, то есть мы сегодня возьмем действительно из Хроник и Спайдер Вика первую книгу, фильм, я бы сказала, сильно напряженный получился, да, и очень-очень сокращенный, конечно, если там такая куча приключений, да. Я фильм, честно говоря, смотрела уже давно и книгу не читала, когда, после того, как прочитала книгу, поняла, что в фильме там, в общем-то, ну, одна пятая, наверное, да, от всего вот этого Спайдер Вика и от персонажей, кстати, то же самое, да. Но он такой страшноватый, кстати, периодами, если в фильме все бы сняли, то было бы жутко, был бы фильм ужасов немножко, да. Так, давайте сначала посмотрим, кто это все написал, придумал, да, интересные люди очень оказались и, в общем-то, давайте я вам немножечко про них расскажу. Значит, тут два человека трудились над этим циклом, один из них Тони Дитерлице, это художник и писатель, вот у него тут иллюстрации, мне ужасно нравится это, что он рисует, вот, он из Калифорнии, ну, потом, значит, они жили в Южной Флориде, и у него была вся семья художники, поэтому, в общем-то, ребенок рос в окружении иллюстраторов и художников. Потом он учился во Флоридской художественной школе, потом графический дизайн изучал, вот, и потом начал внештатно работать художником в изданиях, которые занимались ролевыми играми и семь лет этим занимался. Вообще, у него есть и с компьютерными играми, да, сотрудничество, то есть у него интересный достаточно круг работ, смотрите, какая картинка, да, иллюстрация. Дракон в очках, на носу такой интеллигентный, дракон играет в шахматы. Так, кроме ролевых игр, он тоже иллюстрировал детские книги, вот, а в 2000 году выпустил свою уже историю «Приключения лунного пирога» Джимми Зангова со своими же иллюстрациями, вот. Вот, потом он выпустил книгу «Тед», вот, и у него была награда, почетная медаль за иллюстрации к поэме «Пауки-муха» Мэри Хауитт, так, и потом, значит, он начал цикл с Холли Блэк, про Холли Блэк я сейчас тоже немножко расскажу, начал цикл вот этих вот книг о хронике спайдервика. Первый год они выпустили сразу три книги «Таинственная находка», «Ясновидящий камень» и «Секрет тетушки Люсинды». Вот, потом был, следующая книга была «Гнев Мулграта», Мулграт жуткий, тоже такой персонаж, да, Вот, кстати, тут есть такая книга, да, которая, в которой они нарисовали, ну, вот он рисовал персонажей, да, мифических, да, мифических персонажей, видите, подписано, да, «Лепрекон Старого Мира», да. Почему «Лепрекон» сидит с этим ботинком и с иголкой в руках? Кто знает? Кто что знает про «Лепреконов»? Я как-то рассказывала, помнится, было дело у нас. Мне как-то не совсем помнится. Ну, «Лепреконы» хранят золото, да, если их поймать, горшочек их золота, он закопан на одном из концов радуги, и если поймать «Лепрекона», да, то он будет откупаться этим золотом. Это, во-первых, во-вторых, «Лепрекон» всегда чинит какую-нибудь старую обувь. То есть вот поэтому он тут с башмаком, да, и такой зелененький отчасти, потому что он еще там, да, все время где-то в природе живет, в траве. В Уэльсе особенно количество «Лепреконов» большое, и в Уэльсе даже от международной организации ЮНИСЕФ есть целая бумага о защите «Лепреконов» Уэльса, потому что это как будто бы бумага, которая признает, что «Лепреконы» реально существуют, да, в этом мире. Вот, кто их знает, там целая гора, где раз в году люди ходят искать «Лепреконов». Ну, это такая игра, там прячут фигурки «Лепреконов» на самом деле, да, и нужно их найти. Но ходят слухи и легенды о том, что они там живут. Вот, видимо, не очень они сильно радуются, когда на эту гору идут искать. Так. Вот, и потом началась серия книг у них после «Хроник Спайдервика», они начали серию книг «За пределами Спайдервика», и вот это вот, да, это как раз оттуда иллюстрации должны быть, по идее, мне кажется, где они рассказывали о своих героях, фантастических существах, которые населяли придуманный ими мир. У нас же там главный герой находит книгу, да, и в этой книге описываются все вот волшебные существа, вот, и как будто бы вот это, эта книга. В 2008 году появился фильм «Спайдервик хроники», который вы, наверное, посмотрели, да, кто добрался до этого фильма. Ну, я говорю, можно было побольше в этом фильме, конечно, он очень сжатый такой. И Холли Блэк, Холли Блэк, она росла в доме не художников, да, но людей, которые считали много книг, и где была история о сказочных существах, да, которые рассказывала мама еще. И вот она тоже писала стихи, рассказы, пьесы достаточно рано, у нее был такой роман в родних произведениях «Рыцарь из серебряного солнца». И часто она, часто ее печатали статьи в журнале, который посвящен был ролевым играм, а потом появился, значит, роман в стиле фэнтези «Зачарованная». Ну, вот здесь обложечка, она все-таки переведена, можете поинтересоваться, может, вам понравится. Да, вот, это мир, населенный сказочными существами, и который находится по соседству с реальным миром. Дальше идет продолжение. Следующая книга «Отважная» и следующая книга «Решительная». Можете, да, ну, на самом деле, условный такой немножечко перевод, но понятно, что серия, да, про одну и ту же героиню. Так, ну и вот они, вот эти хроники писали вместе, да, это я уже рассказала. Значит, смотрите, здесь единственное, которую книгу я еще не назвала, это «Железное дерево». Да, остальные все, вот, я уже назвала пять книг. Так, смотрите, какой симпатяга. В одном сапоге, рваном причем, да, обычный холм. И тут часы, пока у него леперкон украл. Да. В каком-то площадке, каком-то дырявом, и с карандашиками. Так. А вот это вот кто? Каманхаус Брауни. Кто у нас Брауни? Как бы домовой. Домовой, да, домовой. Правильно, да. Видите, тут у него как бы такие атрибуты. Катушка на голове, да, такая, типа, катушки, да, с иголкой, пуговицами, булавочками, да. Вот, в руках что-то, наверное, вытирает, чем он вытирает, пыль, да, смахивает. Но на самом деле это от бадминтона, да, такой, валанчик. Вот, наперсток, губка. Ну, тут написано, что он делает, да. Но вообще, что у нас по книге получается с домовым? Добрый он или злой? Добрый или злой домовой? Добрый? Добрый, но когда его обозлят, то он начинает быть не очень добрым. Он с особым удовольствием так же и вредить начинает, да. Еще как вредит, да. Вот. Но на самом деле, да, по этой книге так оно и есть, что с домовому они сразу буквально на любимую мозоль уступили, да. И в итоге поссорились сначала. Даже не зная, с кем они ссорятся на самом деле. Ну, давайте теперь к самой истории, да, перейдем. Старый дом, который принадлежит тетушке Люсинде, да. И семья, после развода родителей, мама и трое детей, да, после развода приезжают в этот дом. Старенький дом тетушки Люсинды. В этом доме уже давно никто не живет. Почему? Где у нас тетушка Люсинда находится? Кто-нибудь помнит такое? Куда делась их тетушка Люсинда? Она в клинике для душевнобольных, то есть в сумасшедшем доме, в сущности, да. Она, ну, там был ряд таких обстоятельств, из-за которых она туда попала. На самом деле она вполне нормальный человек, да. Просто дом оказался в таком месте, где сойти за сумасшедшего довольно легко, да. Вот, приезжают они в этот дом, два мальчика и девочка, дети, девочка старшая. Вот, совершенно разными характерами, да. Мы можем видеть, что, несмотря на то, что они сестра и два брата, характеры у них абсолютно разные, да. Вот, мама понимает, что дети не в восторге от этого дома. Ну, вот, значит, наш самый основной герой – это Джаред Грейс. Джаред – ребенок такой с… Ну, какой Джаред, в общем? Кто прочитал первую книгу, давайте. Какой Джаред вам видится по характеру? Ну, он, как бы, он очень расстроен, что папа не с ним. Да. Ну, просто еще потому, что мама думает, что это все он плохого сделал. На самом деле это совсем не он. А вот это… Да, там есть кому делать плохие дела, да. Но Джареда не на ровном месте, мама подозревает, да. Там были предыдущие его поступки. Он действительно очень нехорошо, ну, очень нервно воспринял то, что папа с мамой развелись. Вот. И он ужасно недоволен еще этим домом, да. И он, в общем, это выражает каким-то образом тоже, да, свой протест. Вот. Поэтому у них с мамой отношения немножечко натянутые получаются. Если бы кто-нибудь спросил Джареда Грейса, какую работу выберут его сестра и брат, когда вырастут, он ответил бы без труда. Он сказал бы, что брат Саймон будет, скорее всего, ветеринаром или укоротителем львов. То есть Саймон у нас увлекается животными и, в общем, готов свою жизнь отдать, только бы этого животного какое-нибудь спасти, да. То есть он очень-очень такой сочувственный и довольно храбрый мальчик. Вот. Хотя по нему не скажешь, что он очень такой храбрый и готов на подвиги, да, потому что он в основном занимается своим этим зверинцем и никуда не идет, не лезет, да. До тех пор, пока что-нибудь не начинает угрожать какому-нибудь животному. Когда начинают угрожать животному, Саймон вдруг оказывается храбрее льва, да. Сестра Мэлори старшая либо станет олимпийской чемпионкой по фехтованию, она очень хорошо фехтует, либо попадет в тюрьму за занесение кому-нибудь повреждений своей шпагой. Ну, как бы, это что говорит нам о Мэлори? То, что Мэлори тоже далеко не сепрощающим таким характером обладает, да, и в случае чего сдачу даст. Но профессию, которую выберет сам Джаред, он назвать бы не смог. Впрочем, надо заметить, его и не спрашивали. Его мнением вообще никто никогда не интересовался. Тем не менее, Джаред у нас будет самым основным, да, персонажем. И вот, да, многое из того, что происходит, происходит из-за того, что его не слушали. Уж лучше бы послушали, да. И вот они, когда появляются в этом доме, дом начинает потихонечку устраивать им испытания. Например, Джаред, да, слышит, по-моему, на кухне, да, какой-то странный звук в стене. Джаред осторнувши на шагу вперед, потом еще раз и еще, пока под его ногой не скрипнула половица. И стоило ему замереть на месте, как что-то зашуршало внутри стены. Но стоял и слушал, как что-то карабкается вверх, пока звук не исчез под потолком. Сердце мальчика отчаянно билось в груди. «Может быть, это просто белка?» – сказал он себе. «Внутри стены белка». Ну, наверное, бывает. «В конце концов, дом выглядел так, будто вот-вот развалится, и внутри его стен мог обитать кто угодно. Им еще сильно повезет, если в подвале не обнаружится медведь, а в батареях отопление птицы. Если, конечно, здесь вообще есть отопление, а это нам описание дома. То есть дом был настолько запущенным, что неизвестно, что там еще могло обитать. Вообще, на самом деле, если вы стоите в своем доме или в квартире, и понятно, что если квартира, то можно еще на соседей что-то списать, да? А если в собственном доме, и вы слышите, что что-то внутри стенки такое ползет куда-то, вы-то что будете делать? Перееду и поменяю дом. О, это не так просто. Да, Айка? Я куда-нибудь позвоню. А куда? Или спрячусь под одеяло. А вот под одеяло, это да, это вариант, да. Это самый логичный вариант. Однозначно страшно, да? Однозначно пукает. Нет, честно сказать, вот у меня в доме, ежели что-то зашуршит внутри стены, ну внутри тут сложно, но когда что-то шуршит, я как-то очень спокойно к этому отношусь, потому что у нас тоже может жить все что угодно. начиная с того, что зимовать, приходят мышки периодически. В общем, короче, возможно, ну, если у вас нету дома ни собаки, ни кота, ни мышек, на которых можно свалить шуршание, то тогда караул действительно страшно. А у нас это отношение. Ну, типа, когда мы на даче жили, у нас там, типа, специальный отсек для газового баллона, и там у нас поселилась мышь с мышатами. Правда, чем их там привлек этот запах газовый? Типа, как они там вообще... Да, нормально, понятно, но эффектно. Укромное местечко какое-то нашлось, да. Они гнездятся где могут, эти мышки. Понятно. Так, а дальше уже интереснее, да. Скрипнули петли двери, и Джаред ровком сел в кровати. В дверях стояла фигура в бесформенном белом балахоне и с темными волосами. Джаред выскользнул из постели так быстро, что и сам не заметил. Вот это страшнее, когда у тебя в дверях появляется фигура в белом балахоне ночью. Это я, прошептала фигура, оказавшаяся Мэлори в ночной рубашке. Мне показалось, что я слышала твою белку. Джаред застыл на месте, не в состоянии решить, повел ли он себя как трус или же у него просто хорошие рефлексы. Саймон тихонько посапывал на соседней кровати. Мэлори уперла руки в бока. Пойдем, пока она там. Эта тварь не будет нас дожидаться. Вот еще одна реакция интересная. Когда ты понимаешь, что происходит что-то странное, но ты идешь выяснять, что это. То есть не под одеяло залезаешь, идешь выяснять, что это такое. Вот какая реакция должна быть более спасающей в жизни? Переехать и купить новый дом. Понятно. Марина уже готова переезжать по-любому. В любом варианте я переезжаю, сказала Марина. Понятно. Ну нет. Я в свое время думала, что я очень сильная трусиха. Я как бы продолжаю это думать, но было несколько моментов, когда ужасно перепугавшись, я пошла именно выяснять, что происходит. То есть мне нужно видеть, что это. Потом уже будем разбираться. Каждый раз, кстати, оказывалось, что это какая-нибудь безобидная штука, просто очень напугавшая по звуку. То есть любопытство сильнее, видимо. Не скажу, что это храбрость. Это любопытство, которое сильнее, чем страх. Наверное. Наверное, у этих ребят оно то же самое сработало. И вот они пошли разбирать стенку. Хороший дом, в котором можно разобрать стенку просто голыми руками. Значит, пробили они дырку. Главное, чтобы он потом с собой не разобрался. Да, да, да. Девочка протянула руку к пробоине и выломала кусок штукатурки. Джаред подошел поближе, чувствуя, как волосы у него на руках стоят дыбом. Из дыры торчали какие-то обрывки пакли. Мэлори все увеличивала отверстия, открывая взгляд у множества других интересных вещей. Остатки занавеса, лоскутки стрепанного шелкой кружа, булавки, воткнутые в деревянные балки и выстроенные в вертикальную линию. Вот они, булавки-то, да? А голова куклы в углу. Какой-то кошмар, да? Прям набор. Гирлянды из дохлых тараканов. Маленькие оловянные солдатики с расплавленными руками и ногами, валявшиеся на дне при стенках подобной разгромленной армии. Тускло блестевшие осколки зеркала, как будто склеенные пылью. Мэлори протянула руку и вытащила серебряную медаль за достижение фехтований на широкой голубой ленточке. Это моя, заявила она удивленно, и одновременно возмущенно. Наверное, белка ее украла, предположил Сайм. Нет, это было бы слишком странно, сказал Сайм. Ну, кстати, я не знаю, как белки, а сороки и вороны запросто что-нибудь блестящее утащить. Но гирлянды из сараканов они, скорее всего, бы съели. Гирлянды из сараканов они, пожалуй, делать не стали бы. Это да. Трофеи. И булавки втыкать в дерево тоже бы не стали. В общем, короче, какое-то лугово какого-то непонятного, да, собирателя. Непонятно чего. И этот собиратель уже успел у Мэлори стащить медаль, да? Они еще недавно тут в доме. Так, смотрите, здесь норд, да, какой-то. Я тут как-то так, ну, по-французски вариант. Но это похоже, что связано с севером, да, каким-то, если норд. Еще одно существо. Джаред. А потом они обнаруживают в стене, значит, такой лифт, который с кухни поднимает еду на второй этаж. Такой, типа, ну, типа такого ящичка, да, сделанный, который поднимается и вверх, и опускается вниз, да, чтобы не бегать по ступе, по лестницам, не носить посуду. Вот. И Джаред, значит, забирается в этот ящичек и его поднимают на этом лифте, посмотреть, куда же он поднимется. А мама им запретила на второй этаж идти, потому что там, ну, мало ли что обрушится дом старый, да. Вот. И вот он оказывается в комнате, поднимаясь на этом лифте, он поднимается в какую-то комнату, которую он еще не видел. И вот тут опять же, да, он в этой комнате один осматривается. Я бы вот, наверное, ну, побоялась. Это была маленькая библиотека, у одной из стен посредине стоял большой письменный стол. На нем лежала раскрытая книга, рядом с ней старомодные очки с круглыми линзами, в которых отражались язычки пламени свечи. Джаред подошел поближе к полкам и принялся изучать корешки книг. В слабом свете свечного огарка одно за другим перед его глазами всплывали очень странные названия. История шотландских гномов, отчеты о посещениях домовых со всего мира, анатомия насекомых и других летающих созданий, да, то есть собирание мне кажется, так могла бы выглядеть библиотека одного профессора, которого звали Рональд Ройл Толкин, да? Да. Который писал «Властелина колец» строго исключительно по материалам мифов, да? Так, так, так. Сзади послышался какой-то шорох, Джаред резко обернулся, понял, что звук идет от стола. Держа на вытянутых руках самодельную лампу, он приблизился к столу и разглядел, что на его пыльной поверхности, которая только что была просто пыльной, да, что-то нацарапано, что-то, чего раньше не было. Крик, клак, оклянись! Хорошая надпись, да? Джаред отпрыгнул назад, пламя свечи задрожало и погасло, растопленный воск залил фитилек. Мальчик оказался в полной темноте, напуганный до такой степени, что едва мог пошевелиться. В этой комнате находилось нечто, и оно умело писать. Ага. Вот когда боишься, в первую очередь хочется свет зажечь. А тут свечка потухла. Вот что хочешь делать, да? В полной темноте, в одиночестве, непонятно, с каким существом, да? Ой-ой-ой. Пытаться отбиваться. Ну, пока никто не нападает, но мне кажется, что... При этом нету существу и в темноте оно покатится от смеха. Да, страшное дело. А потом происходит следующее. С утра пораньше Джаред проснулся от крика Мэлори. Он выпрыгнул из постели, помчался в ее спальню и увидел страшную картину. Пряди волос сестры были привязаны к спинке кровати. Лицо девочки покраснело, но страшнее всего было смотреть на шрамы у нее на руках. Ну, царапины, скорее всего. Мама сидела на матрасе, пытаясь развязать узлы на волосах. Что случилось? Спросил Джаред. Отрежь. Их громко всклипывала Мэлори. Просто отрежь. Скорее, я хочу встать с постели и хочу уехать из этого дома. Я ненавижу это место. Кто это сделал? Мама сурово посмотрела на Джареда. Ну, во-первых, делать Джареду нечего, только у сестры волосы так завязывать. Странная мама, конечно, немножко тут. Во-вторых, знаете, что про домовых такое говорят, что домовой может, если рассердится, путать волосы. Путает волосы, путает пряжу какую-то, если есть, если сердится. Короче, запутки делает вот такие. То есть можно было бы... А? Запутывает у них проводные наушники. А это уже из серии Джером Клапка, Джером, трое в лодке, не считая собаки. Где бы вы не оставили бичеву, веревку, то есть аккуратно сложенной, стоит вам отвернуться хоть на минуту. Повернувшись, вы обнаружите, что она ухитрилась уже запутаться. И даже завязаться узлами кое-где. Любой провод, любая веревка ведет себя именно так. То есть ты кладешь это на стол, распутанное, все нормально, через несколько, через часик подходишь, поднимаешь, она вся запутана уже. Это, наверное, какой-то специальный дух уже делает. Так. Ну вот. А Джаред идет опять на разведку. Хочется выяснить, что же там при дневном свете. Почему-то считается, что днем силы зла безраздельно не властвуют. Да? Они только ночью. И на болотах, возможно. яркий солнечный свет, заливавший комнату, немного успокаивал. В фильмах ужасные вещи крайне редко происходили при свете дня. Да. Это, наверное, какие-то даут эти. Когда-то давно-давно человечество действительно ночью подвергалось больше опасности, потому что ночью выходят хищники на охоту. Вот. Может, из-за этого? Ну, из-за того, что... Ночью, когда спишь, тоже ночью может... Ты же не владеешь собой, можешь упасть, куда-то тебя может съесть и так далее. Ну, да. Вот, 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 вот. Да. Что говорит, видимо, о том, что человечество все-таки не хищники, да, потому что они боятся ночи, а хищники, наоборот, ночью себя чувствуют лучше. Однако Джареду по-прежнему не очень хотелось открывать сундук. Значит, мальчик опустился на колени перед сундуком в старый кофр поверх полузнившей кожи был окован давно проржавевшими менталлическими полосами. Джаред смахнул паутину и пыль с крышки. Что ж, по крайней мере, посмотреть-то можно. Вдруг разгадка станет более понятной, если он узнает, что внутри. Ну, и внутри действительно, кстати, на картинке видите это существо, да? Фея. Тут феи прячутся в этих цветах. Да? Боясь поверить в удачу, Джаред засунул руку внутрь и нащупал сверток в завернутую грязную тряпку. Сняв ее, мальчик увидел старую книгу, пахнувшую горелой бумагой. А вот горелой бумагой это интересно, почему, да? Книга горела. Название, вытесненное на коричневой коже переплета, гласило путеводитель Артура Спайдер Вика по фантастическому миру вокруг вас. Это как раз та самая книга, вокруг которой крутиться будет все-все-все, да? В этом, в этой истории. Обложка по краям истрепалась, Джаред открыл книгу и увидел множество акварельных рисунков. Надписи были сделаны чернилами и уже расплылись от времени и сырости. Мальчик быстро перелистал книжку, проглядывая заметки, выставленные в нее, вставленные в нее и написанные тем же почерком, что и таинственной запиской. Самым же удивительным было содержание книги. Она таила в себе массу сведений обо всем загадочном и волшебном. Дальше Джаред пытается потихонечку уточнить, кто такой Артур Спайдервик и что вообще происходит, откуда такая книга взяться могла. В результате чего он выясняет, что Спайдервик это фамилия тетушки Люсинды и ее отца вообще-то. Возможно Артур был одним из родственников тети Люси, она пока не знает, как там отца звали. А заодно мама выясняет, что Джаред был на чердаке. И да, он, конечно, получает свое. Мама ругается, потому что действительно там можно провалиться в этом доме куда-нибудь. путь. Вот то, что здесь подписано паразит ДРБ, да, то, что паразит мы понимаем, да, такое какое-то интересное существо, которого здесь луковица проросшая. Частично на кузнечика похоже, частично на муху, частично на луковицу, да, и в итоге в этой книге мальчик, который не особо любит читать, зачитывается этой книгой сразу и многое благодаря этому в итоге ему удается от многих опасностей как-то избавиться. Неужели в их доме и правда могли быть домовые? Не то, чтобы могли, но и есть, да, а эльфы во дворе? У кого во дворе живут эльфы? Русалки в ручье? Путеводители они были описаны так реально. Сейчас Джареду ни с кем не хотелось разговаривать, даже с Саймоном. Ему хотелось только читать и читать. Кстати, а какой прибор используют эти дети, чтобы видеть этих всех волшебных существ? Потому что просто так их не видно. кружок, но потом выяснится, что в фильме там кабан как бы ему даст видение. Это в фильме, да. А в книге получается, что у них типа такого куриный бог есть такая штука, камень с круглой дырочкой в середине. Через него вообще есть такое поверье, что вот эти вот камни с крючкой посредине, через эту дырочку можно увидеть каких-нибудь существ, что-нибудь необычное. Вот. Я даже в детстве пыталась, потому что не получилось, но такое поверье было, да, существовало. Вот. А потом там одно очень вредное существо плюнуло им в глаза и у них глаза сразу стали видеть без этого камня, да, что вокруг, какие существа вокруг. Доброе существо. Так себе. И не так скажем, вот в Гарри Поттере там есть такой полтергейст, как его зовут-то полтергейст этого? Пивз вроде. Пивза, да. Вот пивз добрый или злой? Ну, вот аналогичный, аналогичного характера существо. Но единственное, что это существо хотя бы что-то доброе, ну, полезное сделало, да, пивз ничего полезного ни разу не сделал. Так. Угу. Так. На пожелтевшей бумаге чернилами был нарисован маленький человечек с метелкой для пыли, сделанный из перышка от валанчика для бедминтона и булавки. Это мы на картинке видели, да, сейчас. А рядом на противоположной странице было изображено еще одно существо, тоже маленькое, но сгорбленное и с осколком стекла в руках. Вот вам и царапины, да? Что это с ним, спросил Саймон, указывая на вторую фигурку. Артур утверждает, что это обозленный домовой. Вообще-то домовые полезные ребята, но если их разозлить, они просто с ума сходят, начинают пакостить и с ними невозможно сладить. Тогда они могут стать вредными. Скорее всего, такая гадость у нас и завелась тут. Ты думаешь, мы его разозлили тем, что разорили его гнездом и жильем? Да, может быть. А может, он и раньше уже с катушек слетел, но сошел с ума, да? Вот посмотри на него, Джаред показал на домового. Не похоже, чтобы он жил в убогом гнезде, украшенном дохлыми тараканами, да? Может быть, домовой не любит жить один. Люди нужны, а там же давно в доме не живет никто, да? И домовому, конечно, кроме того, люди приехали, да, люди приехали, которым не нравится этот дом, люди с домовым не здоровались, угощения не выставляли и вообще. Ну, короче, домовому не очень понравилось, кто приехал еще ко всему, да? Так, а это у нас Грифон, да? Такой на картинке. Грифон из Северной Америки, а? Вы там сказали, что, который Толкин, типа, писал новость на мифах, там, Джон Роулинг, она, когда Гарри Поттер писала, у него все эти философские камни, они тоже из мифов, то есть, она ведь не сама. Да, 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 Роулинг тоже так вот относилась довольно серьезно, но у нее как бы свои фантастические твари, свой этот зоологический мир получился, да, вот, тоже очень интересный. Джаред продолжал читать, и каждая страница все глубже погружала его в мир лесов и ручьев, полных созданий, которые казались ему настолько близкими, что их можно было почти потрогать руками. Он даже чувствовал горячее дыхание тролля и стук гномих топоров. Кстати, знаете, да, что в английском гномы есть два ступа? А? Какое воображение бывает обширное, чтобы вообще так представлять. Но он, ко всему прочему, там были картинки, описания, да, вот, и Джареду захотелось домового сначала, да, найти. И он хотел на кухне посыпать пол мукой тоненьким слоем, чтобы увидеть, кто, следы чьи там будут. Вот. Но так получилось, что мама его засекла на кухне за такими занятиями, вот, и решила, что он просто вредничает, хулиганит, вот, а на утро оказалось, что на кухне вся разгромлена. И мама, естественно, подумала, что это сделал Джаред. На кухне царил чудовищный беспорядок, Мэлори метлой выметала осколки фарфоровой миски, стены были разрисованы шоколадным сиропом и апельсиновым соком, на подоконниках валялась коррупа разбитых яиц, их содержимое стекало на пол. Кошмар. Вот тут, Марина, я бы переехала уже. Жалоб, чем убирать вот это все. Саймон сидел на кухонном столе, на руках у него виднелись такие же шрамы, что у Мэлори накануне, а глаза были красными, как будто он плакал. И вдруг на полу кухни рядом с рассыпанными кукурузными хлопьями и кусочками апельсиновой корки Джаред заметил маленькие следы на муке. Они были размером с его мизинец. И он ясно видел отпечатки крошечной пятки и пальцев ноги. Смотрите, раскликнул Джаред, указывая на пол. Видите, маленькие следы. Мэлори пристально поглядела на него, сузив от гнева глаза. Заткнись, Джаред. Мама говорит, что ночью застала тебя на кухне. Это ты оставил следы. Да, конечно. Уменьшился и сделал маленькие следы размером с мизинец. А вдруг нарисовал, сделал отпечатки рукою как-то, да? На самом деле уже обидно. Никто не верит. Лесной эльф мужского рода на картинке у нас. Так. Все вместе они проследовали за Джаредом в пол, где он показал им новое жилище домового. Джаред решил задобрить домового и сделать ему другое гнездо. Домик был сделан из деревянного скворечника, достаточно большого, чтобы там поместилась ворона. Джаред нашел его на чердаке. Мальчик показал брату и сестре, как аккуратно он сложил все внутри, все вещи домового, кроме тараканов. На стенке он наклеил вырезки из газет и журнала. Ты что же мамины журналы брал? спросил Саймон. Ну да, ответил Джаред, пожимая плечами. Да уж поработал ты, но слава. Оценила его труд Мэлори. Ну что, вы мне поможете? спросил Джаред. Мэлори переклинулась Саймоном, кинула и отдала Джареду книгу, отбирали они у него книгу, чтобы он с ума не сходил. И так они ставят это гнездо и дорогой домовой, хотим сообщить вам, мы сожалеем, что разрушили ваш первый дом. Надеемся, вам понравится тот новый, что мы сделали. И даже если не понравится, мы надеемся, что вы перестанете нас наказывать. А если Джеффри или Лимонка у вас, обращайтесь с ними хорошо, потому что они хорошие мыши. Дело в том, что домовой там со злости у Саймона головастиков перезаморозил и этот мышей утащил. Джеффри и Лимонка это мыши. Хорошо, что у нас кошка. Мышки это тоже хорошие существа, я только за то, чтобы они жили в домике, ну, не бродя по дому свободно. На следующей неделе ни у кого из них не было времени нанести визит в библиотеку и даже через шкаф. Днем в доме все-таки все время толклись строители, делавшие ремонт. Мама же следила за каждым шагом своих детей круглые сутки. Да уж, пусть следишь за ними. И вот, вот мы еще раз видим эту картинку с этим домовым. Послышалось негромкое покашливание и все трое обернулись. На столе стоял маленький размером с карандаш человечек в поношенной одежде и широкополой шляпе. Его черные живые глазки напоминали жучков. Нос был большим и красным и сам он очень походил на свое изображение путеводителя. В руках у человечка было два поводка, которыми он удерживал парочку мышей, обнюхивавших край стола. Собачек он себе завел, да? Джеффри лимонка, воскликнул Саймон. Портняшке, вот почему у него иголка, булавки и наперсток, да? Портняшке очень нравится его новый дом, промолвил человечек. Но он пришел сказать не об этом. Ну вот всякие магические существы, они очень часто говорят о себе, что типа он, да? В третьем лице, да? Есть такое. Книга Артура Спайдер Вика не для вас, продолжал домовой. Там слишком много сведений о волшебстве. Все, кто читал эту книгу, так или иначе пострадали от жестокого насилия или злых чар. Выбросите книгу, а лучше сожгите. Если вы не постережетесь, то навлечете на себя их гнев. Их это чей гнев, да? Да кого? Спросил Джаред. Но маленький человечек коснулся своей немысливой шляпы и спрыгнул со стола. Он приземлился в пятне солнечного света под окном и исчез. Мэлори вышла из транса. Можно посмотреть книгу? Спросила она. Мэлори нагнулась и стала перелистывать страницы быстрее, чем Джаред мог читать. Слушай, ты что делаешь? Спросил Джаред. Я просто смотрю странным голосом, сказала Мэлори. Слушай, какая-то большая книга. Да уж немаленькая, согласился Джаред. И все эти главы, неужели это все правда? Джаред, похоже, что правда. Короче, после того, как явился домовой, да, как они его увидели действительно, теперь надо как-то попробовать поверить в то, что остальные тоже существуют, которые в книге есть. А в книге не только домовые, это же смотрите, на какие вещи домовой способен, а в книге еще есть эльфы, но эльфы ладно, еще более-менее такие нейтральные, да, гоблины, орки, короче, там есть чего бояться еще, ко всем прочему, да, и это все живет в лесу вокруг дома. Тут правда. Короче, как в Gravity Falls. да, тут правда впору, конечно, оттуда съезжать каким-то образом уже, да, из этого дома. Вот, здесь еще есть такая картинка, это вот всякие феи, да, и эльфы, наверное. Вот это насекомые, которые летают, видимо, да, вот. Там немножечко есть подписанное, но тут как это выглядит, ну, тут нужно рассматриваться как феечки, да, немножко похожие. Там, наверное, где-то еще должно быть перечисление, вот эта фигура F, фигура G, да, вот, ну, смотрите, какие они все. Вот по лицам как-то что-то ни у кого не видно, чтобы прям было сильно доброжелательное такое, да. Какие-то они такие странные немножко. Ну, вот, вот эта история начинается с того у нас, что домовой появляется, дети понимают, что то, что книги они нашли, должно существовать на самом деле, но пока они не знают, чем это им грозит, да, что дальше будет. Так, ну, давайте теперь со второй книгой, да, в следующий раз поговорим про вторую книгу, там начинается уже знакомство и с другими существами тоже, вот, там вообще пять книг, я не знаю, как, если, ну, в принципе, по-хорошему надо бы все пять посмотреть, если, допустим, вторую, третью успеете до следующей пятницы, то можно вторую, третью взять на следующую пятницу, да, а четвертую, пятую на последок самый, да, еще на недельку, чтобы, потому что оно, ну, вот, одна книга, она не заканчивает историю, не заканчивает историю уже пятая книга, там все равно до пятой идти, вот, хорошо? Давайте тогда так сделаем, ладненько, все тогда на сегодня закончим, дочитайте, дочитываем дальше, и в следующей пятницу встречаемся, давайте, до свидания, до свидания, прошу, до свидания, а как сейчас книга двадцать? Спайдервик, спайдервик, м-м-м-м, да, Продолжение следует...